Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня очередной раз, потому что были просьбы от зрителей обновлять расклады, которые отвечают на вопрос «да-нет». То есть просто с большим количеством вариантов расклад, который отвечает на вопрос «да-нет» не определено еще. То есть бывают ситуации, когда однозначно точно нельзя сказать «да» или «нет». Бывают ситуации неопределенные, когда может случиться «хоть так», «хоть так». И сегодня мы посмотрим, сколько максимально мы сможем сделать с вами вариантов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, для того, чтобы потом это все не пересчитывать. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый. Вот просто мега-бомба, супер-хит расклад, в котором мы сейчас будем открывать карты. В данном случае мы будем это делать по порядку, для того, чтобы окончательно голова не пошла кругом. И вы можете загадывать как цифру, так и просто, может быть, вы увидели независимо от номера какую-то рубашку карты, которая вас притягивает, и вы хотите послушать именно по ней вариант трактовки. Итак, отвечать мы будем коротко и по существу, да, нет, не определено. По первому варианту мы видим, что если вопрос касается одобрения кредита, то кредит вам вполне возможно будет одобрен, но при этом у вас могут возникнуть сложности с его погашением. Если вопрос касается азарта, страсти, измены, каких-то крупных шальных денег, то это да. Если вопрос касается здоровья, если вопрос касается семейных, счастливых отношений, вот каких-то таких, знаете, зефирно-конфетно-усипусечных, то тогда это ответ нет. То есть все, что принято обществом и то, что хорошо, по мнению большинства, вы хотите получить, например, то в данном случае ответ нет. Если вопрос касается каких-то страстей, если вопрос касается измен, если вопрос касается, ну вот чего-то такого, знаете, немножечко с чертовщинкой, тогда это ответ да. Для тех, кто выбрал второй вариант, здесь у нас карта, которая говорит нет, то есть практически на все вопросы карта отвечает нет. Единственное, что если вы хотите узнать, насколько подействовал какой-то устрашающий ритуал в порче, который вы делали, то тогда ага, тогда он подействовал. Для тех, кто выбрал третий вариант, это карта, которая говорит да, то есть практически на все вопросы, на любые темы карта отвечает да. Но единственное, если вы спрашиваете, посадят или нет, то тогда это ответ нет, тогда исход благоприятный, то есть все, что со знаком плюс здесь выходит. Для тех, кто четвертый вариант загадал, здесь карта позитивная, положительная, она дает ответ да, то есть, ну вот то, что в хорошем смысле этого слова, то, что касается исполнения желания, хороших каких-то задумок, это ответ позитивный. Для тех, кто выбрал пятый вариант, ложится карта тоже, которая является положительной, это ответ да, но в данном случае это может быть и ответ да, если вы спрашиваете о том, наличествует ли в вашем случае соперница в тех отношениях, которые вы имеете на сегодняшний день. Для тех, кто выбрал шестой вариант, здесь ответ, который говорит о следующем, касается, если не очень серьезных вопросов, то это промежуточная победа, это промежуточное оформление документов, то есть какой-то промежуточный результат да, выигран бой, но не выиграна битва, я думаю вы понимаете прекрасно, о чем сейчас идет речь. То есть, в краткосрочной перспективе да, но в долгосрочной не определено, это не ответ нет, но это и неоднозначное да, если перспектива, например, более месяца полутора вперед, вы спрашиваете, если об этом. Для тех, кто выбрал седьмой вариант, это ответ, который, ну вот здесь как раз таки в основном бывает неоднозначным, если вы хотите задать вопрос об отношениях, о каких-то покупках, о финансах, о том, что действительно является дорогим, о каких-то приобретениях, это ответ нет. Нет, если вы хотите задать вопрос об обучении, о чем-то, что требует определенной аскезы, самоотречения и, например, вы спрашиваете, стоит ли отречься и отказаться от каких-то своих удовольствий для того, чтобы помочь определенному человеку или отдать какую-то сумму денег. То есть, если вопрос связан с самопожертвованием, тогда это ответ да. Если вопрос связан просто с эгоистическими предпочтениями, с удовольствием, получаемым в отношениях, то это ответ нет. Но также, как я сказала, по учебе, по каким-то поездкам, которые касаются образовательных целей, тогда да. Если поездка та же самая для удовольствия, то тогда ответ нет в данном случае. Для тех, кто загадал восьмой вариант, мы открываем карту и здесь ложится у нас ответ, который говорит о том, что в большинстве случаев это ответ да. То, что касается семьи, детей, здоровья. Но вот по здоровью, возможно, здесь определенное обращение в больницу и при поиске хорошего врача это ответ да. То есть перспективы хорошие, главное не ошибиться с выбором того, кто будет вам помогать, если ситуация касается здоровья. Вообще, карта практически во всех случаях дает позитивный, хороший, добрый ответ. Единственное, что если вы, например, задумали убийство, и это убийство, оно не ритуальное, то тогда, конечно, категорическое нет. То есть вот здесь вот такие какие-то вещи ложатся. То есть если, например, на Байрам собираются, я не знаю, приносить в жертву барашка или что-то еще, то тогда это да. В остальном, что касается низменных, плохих проявлений вопроса, стоит ли обидеть кого-то, стоит ли отомстить, стоит ли наступить на больную мозоль, это ответ нет. Для тех, кто выбрал у нас девятый вариант, здесь ложится ответ. Ну, вы знаете, в основном в том, что связано с учебой, с отношениями. Это означает обычно какие-то мелкие препятствия, и это промежуточное нет, но не глобальное в принципе. То есть по сути, если есть какое-то оформление документов, например, сейчас, то оно может произойти с задержкой из-за технических ошибок или из-за того, что просто тот, кто за это ответственен, балда и оформляет их неграмотно. В остальном, это, ну, то есть пролонгировано, это ответ да по каким-то документам, в основном это ответ нет. Для тех, кто выбрал у нас десятый вариант, здесь ложится карта, которая означает определенную тайну. И если вы спрашиваете о том, есть ли соперница, есть ли какой-то тайный недоброжелатель, то это ответ да. В остальных вещах, которые касаются финансов, любви, здоровья и в остальных таких вот моментах, это ответ нет. Для тех, кто выбрал у нас следующий вариант, одиннадцатый, здесь ответ, который говорит о том, что если вы хотите что-то сохранить, уже имеющееся у вас в жизни, то тогда это ответ да. А что касается приобретения чего-то нового или расширения полномочий, расширения влияния и расширения, скажем так, сферы вашей деятельности и исполнения каких-то новых желаний, то это пока что ответ нет. Для тех, кто выбрал двенадцатый вариант, это у нас ответ да. Да, практически во всех случаях, особенно если эти случаи связаны с покупкой машины, с поездками, путешествиями, переездами и всем тем, что касается, может быть, даже того, что связано с заграницей. Это все ответы да в данном случае. То есть карта ложится хорошая, благоприятная. Тринадцатый вариант. Вы здесь можете видеть интересную фигурную карту, но при этом карта говорит о том, что если вопрос касается прошлого, то тогда ответ да. Если вопрос касается будущего, то это ответ не определено, потому что ваши эмоции и третьи лица, которые вас окружают, если вот есть какой-то, знаете, театрал-самоучка, который вечно заламывает руки и раздувает из мухи большого-большого и толстого розового слона, то тогда это ответ нет. То есть о прошлом ответ да, о будущем зачастую это ответ не определено. Или если речь касается искренности чувств, то тогда нет. То есть чувства могут быть несколько наигранными и немножечко, скажем так, выражаться театрально, что не является искренним вариантом. Конечно, сразу могу сказать, что ну вот не все карты обозначают да. И если вы гадаете, то вы должны слышать как положительный, так и отрицательный ответ. И возможно, когда говорят не определено, это один из лучших подарков, когда вы можете корректировать ситуацию в вашей жизни. Для тех, кто выбрал 14 вариант, здесь ложится карта, которая говорит да, если ваши помыслы чистые, вы реально думаете о том, что вот вы делаете как положено сейчас. То есть если то, что вы задумываете, не идет вразрез с общественным мнением и традициями общества, то тогда это ответ позитивный, положительный и ответ да. Но если вы спрашиваете о наличии соперницы, тогда это тоже ответ да. И тогда он приобретает уже несколько негативный оттенок. То есть если вы хотите сделать что-то не положенное по закону, тогда ответ нет. То есть если вы, например, спрашиваете, а можно ли я из того самого КамАЗа, на котором езжу, солью бензин. То есть в принципе это нет, но потому что это как бы запрещено законом и запрещено, кража та же самая, по законам общества и по юридическим, скажем так, законам. Но при этом, опять же, вы можете действовать так, как вы хотите в жизни, но карты в данном случае дают ответ нет. То есть все то, что традиционно, все то, что общепринято, это ответ да. Да, если вы спрашиваете о наличии соперницы, то это тоже ответ да. Если о чем-то, что некрасиво, не принято в обществе и как-то идет вразрез с общепринятыми мнениями, тогда нет. Для тех, кто выбрал пятнадцатый вариант. Ну здесь однозначный ответ да в любом начинании. То есть что бы вы не загадали, карта дает счастливый, хороший, положительный ответ. Шестнадцатая карта. А вот здесь вот ложится очень странное. Вы знаете, карта, которая является картой-парадоксом и картой, разворачивающей земную ось. То есть та самая точка опоры, которая может повернуть все туда, куда посчитает необходимым. Карта говорит о том, что если то, о чем вы думаете сейчас, раньше было хорошо, то теперь может измениться к худшему. Если что-то было плохо, то наоборот настал момент, когда все будет разворачиваться к лучшему. То есть карта поворота на 180 градусов. Поэтому однозначно сказать да это или нет нельзя. То есть если было плохо, станет хорошо. Если было хорошо, то может быть ухудшение. Поэтому соответственно вашей ситуации вы сможете здесь понять. Потому что зрителей много и личную ситуацию у каждого в общем гадании, конечно, мы рассмотреть не можем. Семнадцатая карта, загаданная вами. Ну, эта карта нет практически во всех случаях. Единственное, если речь идет о беременности, то вот здесь карта может показывать возможность зачатия или беременность на ранних сроках. Если делали магию и спрашиваете, подействовало ли или нет, особенно если это магия была на чувства и магия связанная с циклами луны, тогда это ответ да. В остальных случаях практически всегда это ответ нет. Мы, конечно, не будем углубляться в такую вот всеобъемлющую трактовку аркана. Мы просто смотрим да, нет, не определено. Также карта может показывать, что для реализации каких-то ваших планов препятствием являются ваши собственные страхи и небольшое непонимание ситуации. Для тех, кто загадал восемнадцатую карту, это ответ да, но немножко попозже. То есть это немножечко пролонгированное во времени такое вот что-то. То есть вам нужно немножечко еще времени для того, чтобы либо что-то доделать, либо для того, чтобы чего-то дождаться в этой ситуации. Для тех, кто загадал карту у нас девятнадцатую, мы смотрим, ну здесь карта лежит, которая говорит о том, что если вопросы связаны с деторождением, то тогда это ответ да. Если с чем-то новым, неожиданным, стоит ли уделить внимание какому-то человеку, который сделал вам новое предложение, то это да. То есть все, что касается новинок, внезапностей, неожиданностей рождения детей, то это да. Если речь идет о стабилизации ситуации, если речь идет о накоплениях, удержании имеющегося, это ответ нет. То есть это какой-то определенный новый фактор, который может вносить разнообразие в дальнейшие ваши планы и не делать их настолько ясными, какими вам они могут казаться на сегодняшний день. И последний вариант у нас здесь ложится. Ну вот знаете, какой вариант, скажем так, последний, такое рассуждение. Карта говорит о том, что здесь сейчас скорее есть неопределенность ситуации. И если опять же ситуация касается прошлого, то в том прошлом или повторяется в жизни вашей ситуации, то в вашем прошлом есть ответы. В данном случае это ответ не определено. То есть вот на такой мажорной ноте мы заканчиваем, получается, расклад. Одна из самых неопределенных карт в данном случае, но мы выложим дополнительную сейчас карту просто для того, чтобы хоть что-то попытаться понять. Карта говорит о том, что вам мешает что-то из прошлого. И пока вы не разберетесь с какой-то жизненной ситуацией, чтобы вы не задумывали, это ответ нет. То есть пока ложится карта определенного стопора, которая говорит о том, что вам что-то мешает. Может быть не то, что танцору, может быть действительно объективные обстоятельства. И вам нужно разобраться с уже имеющейся проблемой, тогда откроются двери в будущее. На сегодняшний день, при том наборе обстоятельств, которые случились в вашей жизни, это пока что на сегодняшний день и в срок до ближайших полутора месяцев, это ответ пока что нет. Я желаю всем удачи, благополучия. Для тех, кто хочет заказать расклад для себя, вы можете писать мне сообщение в личку. Все мои контакты доступны для переписки со мной в текстовом описании данного видео. Всем удачи, до встречи, до свидания.